История комитета длинная и называли людей сыска в разные эпохи по-разному, но во все времена были убийства, насилие, коррупция в рядах чиновников. Именно такими делами, относящимися к категории тяжких и особо тяжких преступлений, занимаются по сей день сотрудники Следственного комитета. Одно из последних резонансных дел, раскрытое следователями Адлерского района, не укладывается ни в какие этические рамки. На протяжении почти четырех лет отец насиловал родную дочь. То, что со стороны отца происходят насильственные действия, девочка скрывала. Уже в возрасте 16 лет после жестокого изнасилования она написала заявление в полицию. У нас в кровати были всегда вместе соединены, и в итоге приходилось спать с ними. Хотя, постоянно, когда мы переезжали, я не хотела. Это было практически каждый вечер. Подробности этого дела, рассказывает руководитель Следственного отдела по Адлерскому району Евгений Клепиков, выяснились уже в ходе проводимой работы. И шокировали они, признается следователь, с более чем 15-летним стажем, даже бывалых сотрудников. Когда я общался на первоначальном этапе с этим обвиняемым, говорю, ну как можно, ну это же вот родной твой ребенок. У него было очень просто, и как-то до банальности простая фраза, говорит, лучше я буду, чем кто-то другой. Типа, я своего ребенка никому не отдам. Ну, то есть, реально понятно, что мы понимаем, что у человека с психикой было что-то не то, но проведены все экспертизы, подтвердило, что человек уменяемый. Ему назначено наказание, и он понес его, я считаю, достаточно строго. 14 лет строгого режима получил преступник. За этим приговором стоит именно работа следствия. Она не проста, и немаловажную роль здесь играет человеческий фактор. Приходится видеть немало людского горя, причем с разных сторон. Своя специфика работы и на курорте. Необходимо заниматься не только теми, кто живет, но и с приезжающими на отдых, а принимает город гостей круглый год. Проведение массовых мероприятий – отдельная статья. Здесь важно обеспечение безопасности. К слову, последней масштабной тренировкой перед Чемпионатом мира по футболу, причем для всех правоохранителей, стал Кубок Конфедерации. Для улучшения качества нашей работы создали специально несколько мобильных групп, которые были задействованы и находились в местах массового скопления людей, возле стадионов, где проживают болельщики, команды, чтобы иметь возможность оперативно и незамедлительно реагировать на происшествия. Но, к счастью, таких происшествий у нас не было. Достойно решать поставленные задачи, строго следуя принципу законности и неотвратимости наказания. Таков принцип работы сотрудников следствия Сочи. К слову, всего в подразделениях курорта работает 40 человек, из них лишь 17 следователей. В свой профессиональный праздник все сотрудники органов следствия получают поздравления от руководства, коллег и администрации города. Мне по поручению Анатолия Николаевича очень приятно сегодня вас поздравить с этим знаменательным событием. Сотрудники Следственного комитета в вопросах обеспечения безопасности занимают важное место. И мы, как муниципальные власти города, это отмечаем с большим уважением о том, что каждый из вас, выполняя свою важную миссию, прилагает все усилия для того, чтобы город чувствовал себя спокойно. По оценке Международного агентства Reuters, в Сочи действительно можно себя чувствовать спокойно. Специалисты задали россиянам вопрос, безопасен ли ваш город для жизни. По итогам Сочи на втором месте после Грозного. Значительные результаты борьбы с преступностью достигнуты благодаря профессиональному труду следователей во имя справедливости, с уважением к закону и своей профессии. Рината Шипулина, Демид Даниловский, Алексей Давыдов и Михаил Дубинин. Телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин